Я представляю опыт наш, может быть достаточно скромный, выполнение лапароскопических операций при новообразовании почек, которые выполнены в течение последних лет. За последние годы, буквально на наших глазах, хирургическое лечение новообразований почек претерпевало существенные изменения, что связано с существенным возрастанием количества выполняемых лапароскопических операций. Лапароскопическая радикальная нефректомия имеет более низкую травматичность по сравнению с открытыми операциями, как и любая другая лапароскопическая операция. И также, по современным научным данным, резекция почки дает сопоставимый с радикальной нефректомией онкологически отдаленные результаты при локализованных формах почечно-клеточного рака. Резекция почки может быть выполнена как открытым, так и лапароскопическим, так и роботоассистированным способом. В наше исследование вошло 116 человек, 61 пациенту выполнено радикальная нефректомия лапароскопическая и 55 лапароскопических резекций почек. Средний возраст пациентов был 59 лет, преобладали мужчины. Может быть, это отчасти обусловлено профессиональными склонностями в нашей системе. Радикальная нефректомия. Тут представлены особенности. Пяти пациентам был выполнен вариант хенд-ассистент, потом от этого отказались достаточно быстро. Силу необходимости наличия специального оборудования, ну и отсутствие каких-либо, на наш взгляд, преимуществ по сравнению с традиционным лапароскопическим доступом. В пяти случаях симультанно выполнена адреналэктомия, в одном случае метастасэктомия в области бедра. Также вот в одном случае операция была выполнена с двух сторон и в одном случае при зеркальном расположении внутренних органов брюшной полости. Резекция почки в четырех случаях выполнена без ишемии. В большинстве случаев она выполнялась с временным отжатием почечной ночки с сосудистой клеммой. Также в одном случае выполнена симультанная нефролитотомия по поводу коралловидного камня левой почки. Распределение по полу в группах оно было одинаково, то есть преобладали мужчины, как я сказал, возможно это с профессиональными особенностями связано, потому что в нашей сфере преобладают мужчины, главным образом в качестве работников. Операция выполнялась, ну, несколько более часто справа, чем слева, как и резекция, так и нефролитотомия. Распределение по возрасту, в принципе, отличий статистически значимых не имело. 59-54 года, то есть пациенты примерно одной возрастной группы были в области резекции и нефролитотомии. Для распределения анализа по локализации опухоли стандартную анатомическую схему общепринятую использовали. При радикальной нефролитотомии в области верхнего сегмента в 31% в случаях опухоль локализовалась, в области нижнего сегмента в 26%, в переднего 36%, ну и задние сегменты 10,3%. Локализация опухолей при резекции почки, ну, в принципе, носила сходный характер, то есть все в рамках статистических погрешностей. Время выполнения операций медиана, выполнение радикальной нефролитотомии составляло у нас 140 минут и резекции почки тоже 140 минут, то есть какого-то статистически значимого различия по времени выполнения тоже мы не нашли при анализе. Выполнили анализ динамики, время выполнения медианы, времени выполнения операции по мере набора опыта, то есть тут имеется закономерность, что по мере набора опыта, в принципе, это закономерность известная, время выполнения операции сокращается. Размеры опухолей. Медиана при радикальной нефролитотомии составила 50 мм в наибольшем измерении и при резекции почки 35 мм, ну, здесь это обусловлено, во-первых, изменением подхода по мере набора опыта и также с определением показаний, да, потому что мы знаем, что все-таки показания к резекции почки, они должны быть более взвешены. Распределение по шкале Ренал. При радикальной нефролитотомии наибольшее число опухолей попадало в диапазон 7-9 баллов по шкале Ренал. При резекции почки тут имеется смещение в область более простых опухолей 4-6 баллов по шкале Ренал, что составляет, что в принципе тоже отражает общие тенденции. Это распределение по локализации, но менее интересный характер носит, ну, вот, представлю тоже этот слайд. Распределение по стадиям, ну, и также по тому, какие формы гистологические имелись. Большая часть радикальной нефролитотомии выполнялась на при локализованных стадиях. Первая стадия 67%, вторая стадия 8%. Также при первой стадии мы сделали градацию по... Вернее, не по первой стадии, по характеристике Т и Т1А 35%, Т1Б 36%, Т2 10%, Т3 19%. То есть Т4, опять же, учитывая, что наше учреждение работает главным образом с локализованными формами, не требующими комбинированного лечения, то это тоже этим объясняется. Гистологические варианты. Светлоклеточный рак был, преобладал почечноклеточный в 63%, папиллярный почечноклеточный рак в 19% и хромофобный в 13%. Резекция почки. То есть у всех пациентов она была выполнена при первой стадии заболевания. Также в 24% резекция почки была выполнена при доброкачественных новообразованиях. Т1А 60% и Т2Б 16%. Среди доброкачественных новообразований в 8 случаях была выявлена ангиомиолипома, в двух случаях кистозная анихрома, в двух случаях светлоклеточная аденома и смешанная аденома в одном случае. Распределение по гистологическим вариантам почечноклеточного рака также преобладал светлоклеточный рак, что наблюдалось в 55%, в 20 случаях папиллярный и в 2% случаев хромофобный, но также другие формы. Осложнение. При радикальной нефректомии конверсия была выполнена в трех случаях. Причинами конверсии в одном случае было кровотечение из поясничной вены, которое не удалось остановить лапароскопическим доступом, и трудности при мобилизации почечной ножки, которые наблюдались у ранее оперированных больных за счет трубцовых изменений. В послеоперационном периоде наблюдалось одно серьезное осложнение. Это было кровотечение в послеоперационном периоде из устья яичковой вены. Данное осложнение устранено лапароскопическим способом. Осложнение при резекции почки. Конверсия выполнялась в двух случаях. В одном случае было кровотечение из прорезавшейся линии швов паренхемы почки. И в одном случае конверсия выполнена при отсутствии возможности определить локализацию эндофитной опухоли почки. То есть интероперационного УЗИ нету, поэтому была выполнена конверсия, чтобы можно было выполнить ультразвуковое исследование стандартным датчиком. В послеоперационном периоде наблюдалось одно отсроченное кровотечение из артерио-венозной фистулы, которое устранено путем суперселективной ангиоэмболизации. Таким образом, лапароскопические операции являются современной малоинвазивно-альтернативной открытым операциям в большинстве случаев новообразований почек. В 25% случаев мы сталкиваемся с доброкачественными образованиями небольшого размера. И безусловным методом выбора тут будет являться лапароскопическая резекция почки. Также, благодаря развитию методов диагностики, мы достаточно часто начали сталкиваться с локализованными формами, что также подчеркивает необходимость выполнения лапароскопической резекции. Шкала Риналда позволяет в предоперационном периоде достаточно эффективно прогнозировать сложность операции и вероятность осложнений, что позволяет применять ее в том числе при определении показаний к нефректомии или резекции, к выбору метода лечения. Благодарю за внимание. Продолжение следует...